Что сподвигает человек, у которого горит дом, к тушению этого пожара? Конечно, совершенно естественное стремление сохранить свою собственность. А родной язык – это интеллектуальная собственность человека, даже сообщество людей, более того. И в отличие от пожара на складе, после которого бизнес можно восстановить, потери родного языка не видятся необратимым процессом. Поэтому я уверен, что у любого размышляющего кавказца в уме постоянно крутится эта проблема. И ко мне просто пришло сознание того, что если эту работу по использованию новых технологий для развития наших языков не возьму на себя я, то, вероятно, мне не следует ждать этого от кого-либо другого, поскольку я нахожусь в весьма привилегированном положении. Во-первых, чтобы решать проблемы, надо их знать. Я, будучи кавказцем, знаю наши проблемы, а они у нас по республикам во многом одни, что в Дагестане, что в Адыгее. Во-вторых, я обладаю техническим навыком, поскольку, чтобы создавать ценность, чтобы решать тяжелые задачи, ты должен иметь знания, ты должен стремиться быть в лучшем в своем деле. И таким образом я знаю проблему, и я могу ее решить. Но тогда почему я должен оставаться в стороне? Миссия проекта прежде всего это создание инфраструктуры для развития наших языков. Мне вот очень не нравится формулировка сохранения языков. Это, я думаю, пораженческое мышление. Нам нужно вытягивание их на современный конкурентный уровень, чтобы мы могли презентовать IT-проекты на них, чтобы мы могли читать лекции на них, чтобы у нас было образование на наших языках, что, по-моему, уже у вас в Осетии в некоторой форме реализовано, уважение профессору Камболти и всем причастным. Затем, это, безусловно, создание кавказской экосистемы. Даже не затем, а, наверное, одновременно с первым, потому что нам, кавказцам, нужно понять одну простую вещь, что друг без друга у нас такая себе перспектива. Мы вместе можем быть намного большим, чем каждая из наших республик является сегодня по отдельности. Но для этого нам нужна эффективная коммуникация друг с другом, что невозможно без знания языков своих соседей. Поэтому в своих экспериментах я прилагал громадные усилия для связывания языков напрямую. Со словарем это ярче всего демонстрируется примером, когда можно ввести слово «нхаш» на осетинском и получить «хасы» на черкесском. Мне кажется, люди недооценивают значимость владения языками своих соседей. Татарханг Ацалов, кажется, прадед вашего муфтия, помимо осетинского и арабского, знал также черкесский, кумыкский, ингушский. А теперь представьте, какой социальный вес у этого человека был, какие конфликты он мог решать, какие мосты он мог прокладывать. И это также имеет далеко идущие экономические последствия. Я разрабатываю технологию, а качественные технологии часто легко масштабируемы. И здесь можно привести чуть приземленную аналогию с обычным стаканом, в который вы можете налить воду, молоко, сок, практически любую другую жидкость, и он исполняет свои функции. Просто сейчас, когда стакан уже готов, я решил сделать упор на наполнение его именно осетинским языком, так как среди осетин нашлись люди, которые имеют для этого желания и навыки. Но одновременно с этим, например, ведется заполнение огульского и ритрульского языков Дагестана. А также совсем скоро постараюсь потянуть и черкесов, и других, конечно же, с кем у меня есть прямые связи.